Добрый вечер! Сейчас 19.00, а значит в прямом эфире новости седьмого канала. Студии Горгиоргиан и коротко о главных событиях дня. Опасные дома. Смотрим, будет ли здесь количество радона превышать или не превышать показатели. Почти 5% городских зданий содержат газ, вызывающий рак. ЧП на заправке. 300 литров дизельного топлива разлилось на улице авиаторов. В Красноярске стартовала продажа билетов на матч Енисей-Спартак. Короче, мы сидим на 32-м. У нас 32-й. В очереди приходится стоять по несколько часов. Шоу на земле и в небе. В эти выходные над Красноярском пронесутся легендарные русские витязи. Итак, около 5% домов Красноярска содержат высокую концентрацию радона, газа, вызывающего рак. К таким выводам пришли специалисты лаборатории радиационного контроля. Они обследовали более 6 тысяч помещений, домов и общественных учреждений. В некоторых зданиях норматив существенно превышен. Наша съемочная группа вместе со специалистами измерила уровень концентрации радона в самом центре Красноярска. Чем закончился эксперимент и какой район города считается самым опасным, расскажет Юлия Чупрова. В 2009 году здесь написано, из обследованных зданий было почти в 5%. Это много. Территория, где концентрация радона превышена больше, чем в 1% зданий, в мировом сообществе считается опасной зоной, рассказывают специалисты. Изучением природной радиоактивности в Красноярске Александр Григорьев занимается уже около 40 лет. Говорит, наш город стоит на так называемых местах разлома. Они излучают серу, рту, сметан и радон. Пары быстро улетучиваются и не наносят вреда человеку, но только если на пути у газа нет никаких преград. Если у вас почва залита бетоном или асфальтом, но в этом асфальте или бетоне сделана дырка под дом и стоит дом, то этот дом работает как труба. Она сосет весь радон через себя. Мы, живя вот в таких условиях, мы сами себе изменили радиационные факторы и радиационные условия. Радон – это продукт распада металла радио. Он тяжелее воздуха и чаще всего скапливается в подвалах. Если в доме все в порядке с вентиляцией, то выше по этажам газ не поднимается. Но так бывает не всегда. Распознать, что в квартире зашкаливает концентрация радона невозможно без специальных приборов. У газа нет ни цвета, ни специфического запаха. Вот с виду обычный камень, но в этом камне содержание радио в несколько сотен раз выше, чем, например, в обычной гарьке. В доказательство этому вот есть дозиметр. Вот это его обычные показатели, но при приближении они увеличиваются иногда даже в десятки раз. Радон проникает в организм через дыхательные пути, хорошо растворяется в крови и уже доказано, что может вызывать рак легких. Причем болезнь может проявиться не сразу, а через десятки лет. Самым опасным с точки зрения концентрации этого газа считается центральный район. Наша съемочная группа вместе со специалистами Центра стандартизации и метрологии решила провести эксперимент. Измерить уровень радона в одном из популярных ресторанов в самом центре города. Помещение у нас сокольное. Смотрим, будет ли здесь количество радона превышать или не превышать показатели. Прибор в течение пяти минут всасывает воздух через фильтр. Еще 20 минут анализируют его состав и вот результат. Анализ воздуха на радон закончен. Показатели не превышают нормы. Радон в ресторане действительно есть, но он в таких количествах не опасен. Как поясняют специалисты, радиоактивный газ присутствует в воздухе практически повсеместно. Его концентрация может меняться в зависимости от времени года или других факторов. Он попадает в воздух с почвы, со строительных материалов. Его нужно контролировать, прежде всего, в закрытых помещениях. Прежде всего, это касается подвалы, сокольные этажи, первые этажи. За историю измерений последних лет, аномальные превышения специалистами были обнаружены в Канске при вводе дома в эксплуатацию и в Атаманово. Там даже пришлось расселять жильцов. Настолько высока была опасность. В Красноярске плановые замеры радона чаще всего делает Роспотребнадзор. И в ведомстве уверяют, беспокоиться не о чем. По результатам надзорных мероприятий, мониторинговых исследований на территории города есть контрольные точки, превышение содержания радона в помещениях не установлено. Таких контрольных точек, где мониторинг ведут круглый год, в миллионном городе всего около 30. Данные исследования ежегодно публикуют на сайте Роспотребнадзора. Избежать облучения, говорят ведомстве, просто. Нужно регулярно проветривать помещение и не давать газу скапливаться в квартирах. Юлия Чупрова, Илья Синькевич, Седьмой канал. И еще об одном ЧП. 300 литров дизельного топлива разделось на заправке Сен-Гелен на улице Авиаторов. Это случилось из-за разгерметизации шлангов бензовоза. На место оперативно приехали спасатели и несколько часов очищали территорию от загрязнения. Они применили специальный абсорбент, который впитывает и удерживает нефтепродукт. По словам руководства, разлилось топливо на бетонной площадке и в почву не попало. В этом случае приезжают спасатели, которые специализируются по локализации нефтепродуктов. И уже со своим специальным оборудованием и средствами очень быстро и оперативно локализовали очаг. Никакого вреда ни люди не получили, ни окружающая среда. Все сделано быстро и оперативно. По словам эколога Сергея Шахматова, норматива, который бы обязывал Министерство экологии инициировать проверку по этому случаю, нет. Однако поводом может послужить заявление как от самих предпринимателей, так и от горожан, обеспокоенных последствиями загрязнения. В любом случае подобные пятна и разливы, они попадают на почву, ну а для почвы это смерти подобно. В этом смысле все живое, вся бетчка, она погибает при определенных концентрациях. Ну а если у вас есть свои новости, пишите на вайбер или ватсап седьмого канала номер 8 391 29333. Мы постараемся помочь. Ну а Красноярский городской совет выбрал нового председателя. Им стала представитель фракции «Единая Россия» Наталья Фирюлина. Заместитель председателя Андрей Козиков тоже из «Единой России». В ЛДПР посчитали, что с ними обошлись несправедливо. Что они предприняли, знает Елена Саткеева. Задачи поставлены очень амбициозные. И я уверена, что наш депутатский корпус должен и сможет внести свою существенную лепту в достижение столичного уровня жизни красноярцев. Седание сессии Наталья Фирюлина открыла как самый старший депутат городского совета. Однако уже через час после тайного голосования она стала главным депутатом. Ее официально выбрали председателем. Горсовет она пришла 10 лет назад. Я считаю, что Наталья Вячеславовна самая достойная кандидатура. Во-первых, это человек мудрый, это человек ответственный, это человек имеющий, повторюсь, богатый политический и управленческий опыт. Это очень важно. Это человек образованный. Она очень много знает. На сессии 34 депутата из 35 Ирины Иванова в отпуске состав обновился на 80%. Старичков осталось пятеро. Однако не поддержали кандидатуру Фирюлина и только депутаты из ЛДПР. Отказались голосовать. Остальные 24 депутата были за. Сразу скажу, что никто от работы уклоняться не будет. Мы всей фракции решили войти в комиссии во все. Так что ежедневно, целенаправленно будем работать на благо избирателей в любом случае. Заместителем председателя стал единственный кандидат на эту должность Андрей Козиков. Его также поддержали 24 депутата. В этот раз ЛДПР вовсе проголосовало против. В первую очередь, потому что не согласны с тем, что оба руководящих поста заняла Единая Россия. Однако выбор пал на Козикова в первую очередь, как на опытного юриста. Андрей Викторович человек со своей позиции. Человек спокойный, уравновешенный, грамотный, подготовленный. На самом деле тот факт, что он согласился оставить свой личный бизнес, частный бизнес, где у него больше тысячи работников. Это серьезный бизнес. И уйти на госслужбу, для меня это поступок, потому что госслужба сегодня предполагает огромное количество ограничений. Также эксперты надеются, что этот созыв будет больше делать и меньше скандалить. В Горсовете планируют ужесточить наказание для тех, кто пропускает сессии и нарушает этические нормы. В ближайшее время в Горсовете создадут постоянные комиссии по различным направлениям, в том числе бюджету, городскому самоуправлению, социальному развитию и, конечно же, экологии. Активную работу обновленный состав Горсовета начнет уже послезавтра на организационной встрече. А в следующую пятницу пройдет первая очередная сессия, где народные избранники займутся решением наболевших городских проблем. Елена Саткеева, Павел Иваницкий, 7 канал. В Красноярске началась продажа билетов на матч Енисей-Спартак. Ее сегодня с 12 дней открыли в кассах центрального стадиона. Горожане сразу выстроились в длинные очереди. Дело в том, что купить билеты онлайн оказалось невозможно. На сайте футбольного клуба это объясняют незаконченным ремонтом стадиона. Из-за этого сообщение прошел слух. Билетов может хватить не всем. К тому же рассчитываются в кассах только за наличные. Поэтому ажиотаж там разыгрался сегодня не шутошный. Стоимость билетов разделили на 7 категорий. Она варьируется от 150 до 1500 рублей в зависимости от трибуны и сектора. Причем не больше четырех в одни руки. Пенсионеры и школьники могут купить льготные билеты по 50 рублей. Однако их количество ограничено. Несколько часов стоять в очереди готовы не все. Поэтому некоторые предприимчивые красноярцы уже выставили билеты на продажу. На одном из интернет-сайтов мужчина предлагает купить 4 билета за 4000 рублей. Судя по местам, которые указаны, их реальная стоимость всего 150 за один. Игра «Инисей Спартак» состоится уже в это воскресенье в 15.30 по красноярскому времени. Как давно в очереди? Сколько простояли по времени? С 12 часов, знаете, сколько? Два с половиной часа. Мне то повезло, что встретила своих болельщиков. Быстрее очередь прошла. Приехала, подошла, узнала, что по картам не рассчитывают. Постояла около часа, пыталась денежку занять у людей, не получилось. В итоге поехала домой. Все, деньги взяла дома, приехала. Вот оказалось, что как раз моя очередь за это время подошла. То есть я удачно взяла. Через минуту и 50 секунд о начальнике пожарной части, который получил взятку от пьяного подчиненного. Любим, дарим улыбку и всегда говорим о главном. Вместе делаем отличную рекламу. Открываем новые горизонты. В творческом полете развиваемся. Стремимся ввысь. Я седьмой канал. Мне 20 лет дальше. Еще интереснее. В прямом эфире новости седьмого канала. Продолжаем выпуск. В Красноярске начальник пожарной части попался на получение взятки от пьяного подчиненного. Вместо того, чтобы отстранить его от работы и сообщить о нарушении в рапорте, он потребовал 30 тысяч рублей за свое бездействие. Подчиненный согласился, но затем пожаловался в полицию. Начальника уволили. Ему грозит штраф и лишение свободы от 3 до 8 лет. О других новостях в двух словах расскажем далее. На столбах в туристической зоне красноярки сегодня встретили двух медвежат. Видео появилось в соцсетях. По словам автора, хищника видели неподалеку от кордона Лалитина. Девушка рассказывать не сразу поняли, что это медвежата, но когда подошли ближе, испугались, что рядом может быть и медведица. Когда животные перешли дорогу и стали спускаться к ручью, девушки бегом направились в сторону улицы Свердловская. Людей рядом больше не было. Желающих ремонтировать театральную площадь в Красноярске не нашли. Мэрия повторно разместила лот на сайте госзакупок. До середины декабря нужно отремонтировать пешеходный мост через Вейнбаума, на самой площади установить 50 скамеек и почти сотню урн, а также украсить фонтаны с светодинамическими установками. Работы оценивают в 45 миллионов. Заявки рассмотрят 11 октября. В это воскресенье в Красноярске откроется часть парка «Гремячья грива». Он станет крупнейшей зоной отдыха наряду с островом Татышев и заповедником Столбы. В проекте предусмотрели места, где смогут гулять мамы с колясками, дорожки для велосипедистов и роллеров, зона для занятий на турниках и многое другое. В первую очередь парка составит почти 60 гектаров. Всего «Гремячья грива» займет площадь в 300 гектаров. Работы продлятся до 2021 года. Шоу «На земле и в небе» на этих выходных устроят горожанам армейцы. В Красноярске пройдет акция «Военная служба по контракту» в Вооруженных силах России «Твой выбор». Посетителям обещают рассказать о современной российской армии и приглашают взглянуть на фигуры высшего пилотажа в исполнении авиагруппы «Русский Витязи». Подробнее об этом расскажет Максим Лебедев. Уже в эту субботу на Театральной площади появится бронетехника и различные виды стрелкового вооружения. Но бояться не стоит. Все это красноярцам дадут и посмотреть, и потрогать. Потому что на этот раз праздник города устраивают военные. Поэтому и площадки соответствующие. Информационно-агитационную акцию Вооруженных сил России посвятят службе по контракту. Поэтому кроме живого знакомства с военной техникой горожане смогут проверить себя в сборке и разборке легендарного автомата «Калашникова». Здесь же все желающие смогут поупражняться и в меткости. Тир, правда, будет электронный, чтобы не нарушать нормы безопасности. Главным событием акции станет выступление авиагруппы «Русские Витязи». «Русские Витязи» выступают на современных самолетах Су-30СМ. Данные самолеты они получили буквально в 2016-2017 году. Это единственная группа высшего пилотажа нашей страны, Российской Федерации, которая выполняет групповой высший пилотаж. «Витязи» продемонстрирует красноярцам самые сложные элементы высшего пилотажа. К примеру, кобру, когда самолет застывает в небе в вертикальном положении. Поэтому даже тем, кто далек от военной тематики, на площади скучно не будет. С часа дня начнется митинг-концерт, где выступят творческие коллективы края и ансамбль песни-пляски Воздушно-космических сил России. Акция, проводимая демонстрацией подготовленности летчиков Воздушно-космических сил, это чувство локтя и плеча, наверное, дать возможность нашим красноярцам посмотреть вокруг себя и потеснее пообщаться, может быть, даже где-то по коленям. Желающие связать свою жизнь с военной карьерой смогут пройти тестирование и проверить, готовы ли к службе. Для этого на площади развернут мобильный передвижной пункт. Какие документы нужно собрать, подскажут специалисты. Так что написать заявление о желании проходить военную службу по контракту можно прямо на месте. Процесс будет ускорен, я вас уверяю. Если гражданин прибудет без даже паспорта или военного билета, ничего страшного. Мы проведем короткое анкетирование, потом просто нам на электронный адрес пришлют копию документа. Площадки акции будут работать с 12 часов дня до 16.00. Всех посетителей обещают угостить чаем и кашей из полевой кухни. До этого в четверг и пятницу в обеденное время «Витязи» проведут тренировочные полеты над Красноярском. Жителей просят отнестись с пониманием. Максим Лебедев, Сергей Раков, Валерий Чащин, 7 канал. Ну а через 2 минуты и 20 секунд расскажем о полной версии гимна университета в Красноярске, которую представил Максим Фадеев. Твой ход Прогнозируем Продумываем Получаем признание Вместе достигаем цели Любим красивое Ценим роскошное И мы всегда в движении Я Седьмой канал Мне 20 лет Дальше Еще интереснее Максим Фадеев представил полную версию гимна университеты 2019 Песня появилась на официальном ютуб канале известного продюсера Как он сообщает в своем инстаграм Композиция уже звучала в Турине, где торжественно зажгли огонь предстоящих игр Слова песни написал Максим Фадеев вместе с солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной Исполняют гимн несколько певцов со всей России От Красноярска выбрали Даниила Желянина Ну а факел Красноярской универсиады пронесли по Москве Стафета огня стартовала от парка Заряди и прошла 7,5 километров до Олимпийского комплекса Лужники В числе 57 факелоносцев отметились 4-х кратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов И Сергей Малышев, старший вице-президент компании «Норникель» Инициатор акции и партнера студенческих игр В церемонии зажжения городской чаши поучаствовали также исполняющие обязанности Министра спорта Красноярского края и мэр Красноярска Сергей Еремин Напомним, эстафета огня зимней универсиады 2019 началась 20 сентября в Италии, в Турине И уже побывала в Казахстане и Китае Из Москвы факел отправился в Калининград А в Красноярске его привезут 1 марта следующего года Практически во всех основных активностях университета участвовали И это, конечно, здорово Мы могли дать свои знания не только деньги Не только материальное обеспечение А свой какой-то дух, свое настроение передать И надеемся, что в марте мы это ощутим уже на этих играх Ну и завтра, 3 октября, в Красноярске переменная облачность Временами дождь, ветер западный 2 метра в секунду Атмосферное давление 7142 миллиметра ртутного столба Температура воздуха ночью плюс 2, днем плюс 10 На этом у меня все Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2-900-333 Пишите свои новости на вайбер и ватсап седьмого канала Номер 8-391-2900-333 Ну и самые интересные и актуальные новости читайте на сайте trk7.ru И в социальных сетях седьмого канала С вами был Горгий Оргян Увидимся завтра сначала в 12.30, потом в 19.00 Удачи!